Всем привет! С вами Артем Абрамович и вы смотрите канал FinTech WordPress. В этом видео я покажу, как можно просто и быстро создавать миниатюры и мало того, что создавать еще управлять ими. Да, конечно можно делается все добавление новых миниатюр делается довольно несложно. Ну вот смотрите открываем файл functions. Это я на своем сайте показываю пару. Ну и в принципе в любом месте в любом месте шаблона где-нибудь там можно повыше, а можно где-нибудь вот здесь вот. Ну пусть будет здесь. Ну вот в принципе вот у меня они добавляются уже, уже есть добавленные. Ну вот здесь вот можно все это дело добавить. Можно кстати не через функцию, а просто add image size, как-нибудь обзываете миниатюру, ну например картинка, указываете размер, ширину, высоту и как ее обрезать жестко или не жестко. Вот с этой жесткой и не жесткой обрезкой под видео будет статья. Почитайте просто-напросто, чтобы у вас было понимание, что это такое. Но во всем этом деле, ну и в принципе обновить нажимаете и у вас все появляется новая миниатюра. Но во всем этом деле, смотрите да, вот здесь вот у меня добавлен 1, 2, 3, 4, 5, 5 видов миниатюр, 6 даже. 6 видов миниатюр. Напомню вам, что миниатюры режутся при любом добавлении любой картинки через медиа загрузчик. То есть вы картинку добавили, неважно где она у вас будет, да, там в статье, прикреплена как миниатюра, я не знаю там фон для шапки, все что угодно. Здесь вы ее загружаете через медиа загрузчик, значит она у вас порежется на миниатюры. Поэтому с количеством размеров поаккуратнее, да, у меня тут встречался один момент был, когда на сайте с каждой картинки создавалось по 20 миниатюр. Поэтому представьте себе, да, там в статье 10 картинок, 20 миниатюр каждой картинки, то есть 200 картинок в одной статье. Нормально так. В итоге потом просто место на хостинге заканчивается, и все хватаются за голову, куда она делась. Поэтому с миниатюрами аккуратнее, но я отвлекся, да, собственно простой способ создания. Проблема в чем? То есть вот когда-то вы создали миниатюр-то, и надо будет пересоздать, как это называется, перегенерировать все миниатюры, которые уже есть, все картинки. То есть надо будет перерезать миниатюру. Для этого есть плагины, конечно. Но я хотел вам показать очень удобный плагин. Сейчас мы с вами его прямо и поставим. Плагин называется Sample Image Size. И чем он хорош? Смотрите, когда вы создали миниатюру, кроме того, что вам придется перегенерировать все картинки, у вас не будет возможности выбрать данный размер миниатюры. Ну, изначально, да, в принципе нигде. Сейчас создадим новую запись ради так, чисто. Тут разницы нет. Смотрите, когда вы добавляете что-то, да, ну вот картинки, у вас вот здесь вот есть размер миниатюр, да. Как вы видите, здесь по умолчанию выносятся только те размеры, которые сидят в настройках медиа, вот в этих постройках медиафайлов. Если, соответственно, вот у меня они здесь выключены некоторые размеры, у меня, соответственно, его вводят только полный, да. То же самое происходит и с миниатюрами. Когда вы их создаете, ни в этом размеров не будет, ни при создании галереи не будет у вас размеров. Да, ну вот я создаю новую галерею и вот здесь вот размер, видите. Полный средний большой, других размеров нет. Вот в чем дело. То есть, именно вот в этом бывают проблемы у многих при создании именно миниатюра. Так вот, плагин Sample Image Size позволяет все это дело решать очень быстро и очень удобно. Смотрите, устанавливаем его и вот здесь в настройках у нас появляется вот здесь вот в медиафайлах, да, в штатном таком разделе. У нас появляется вот, смотрите, то есть у нас появились здесь еще дополнительный раздел. То есть здесь он сразу находит все размеры, которые присутствуют в теме. То есть вот у меня раз размер, два размер, три размер, четыре размер, пять размер. Дальше можно добавить еще один размер, ну, я не знаю, назвать его как-нибудь, ну, так, сейчас не важно. То есть указываем высоту, ширину, ну, пусть будет 400 на 200, да. Public name это как раз то название, на которое можно будет ссылаться именно при выборе, ну, если функция мы выводим, ну, пусть будет ArtMage. Дальше кропать или не кропать, кропать. И вот здесь вот как раз вот есть, конечно, вот посмотрите, вот такая вот интересная штука Showin. Showin это как раз то, что показывать или нет вот в тех списках, то есть вот то, что я вот здесь показывал, вот эти вот списки, когда вы добавляете вот здесь, да, вот в галереях и так далее. Ну, например, я хочу добавить размер, допустим, вот этот, чтобы показывался. Дальше вот этот показывался. Ну, кнопочку видите, да, надо нажимать update. Ну, и пусть будет 300 на 200 тоже показывается. А, более того, да, во-первых, можно выбрать, какую миниатюру регенерировать. Это раз. Во-вторых, где их регенерировать, да, то есть тип записи. И во-вторых, здесь уже есть встроенный в этом плагине регенератор миниатюр. Ну, и, соответственно, ну, я пока регенерировать не буду, потому что довольно долгий процесс. Картинок у меня на сайте довольно много. Ну, здесь тут самое главное, что я хотел показать именно вот эту часть. Сейчас обновлю. Итак, мы добавляем картинку. И давайте посмотрим. Пожалуйста, да. То есть видите, те размеры, которые я добавил, они все здесь показываются. То есть вот это вот Showin показываете, выставляете. Очень удобно. Именно с точки зрения управления размером и миниатюр. И можно удалять, можно показывать, можно не показывать. Можно, в принципе, то есть, ну, очень удобно управление именно вновь созданными размерами. Еще раз напомню, не увлекайтесь этим делом. Да, здесь есть, кстати, вот такая кнопочка Get PHP for Tem. То есть вы, этот он, вы можете скопировать вот это значение и добавить в любую тему. Ну, еще раз повторюсь, не увлекайтесь миниатюрами. Если у вас хостинг не позволяет, не дает много места, все это дело довольно сильно забивает ваш хостинг. На этом у меня все. Я рассказал вам про размеры миниатюр, как можно их быстро создать плагином Sample Image Size. Пишите в комментариях, что думаете об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok